Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить дипломную программу системный аналитик. Сегодня у нас день открытых дверей. Соответственно, сегодня мы с вами посмотрим, из чего состоит у нас дипломная программа, что в рамках этой программы мы проходим, что мы изучаем, кто вообще такой системный аналитик, какими знаниями он будет обладать после того, как выпустится, когда пройдет все наши курсы. Соответственно, по плану сегодняшней нашей встречи мы с вами сегодня посмотрим дипломную программу, ее курсы, посмотрим на промокод, который будет действовать в определенное количество дней. Дальше у нас выступит карьерный консультант, много и не на Александровну. Далее у нас будет представитель Сбербанка, который также расскажет о вакансиях, которые есть по данному направлению сегодня в Сбербанке. Так, мы с вами начинаем. У нас уже достаточно большое количество подключилось. Итак, что же у нас входит в дипломную программу? Давайте я пару слов о себе расскажу. Зовут меня Буряк Тимофей Валерьевич. Я являюсь экспертом в области управления моделированием бизнес-процессов в различных нотациях, как BPMN 2.0, да, собственно, преподавателем данных курсов являюсь в специалисте, так и других различных, это и ML, и VAT, EFD и так далее. Их достаточно большое количество. В рамках курсов, соответственно, большую часть из них специалисты, точнее слушатели, давайте так говорить, изучают. Соответственно, ознакомиться с дипломной программой вы можете по этой ссылочке, либо вот этому QR-коду. Соответственно, я занимаюсь управлением и моделированием бизнес-процессов уже на протяжении 15 лет, опыт достаточно большой, как и аналитика бизнес-процессов, так и системного аналитика, так и руководителя проекта по внедрению IT-систем различных. Вот. Соответственно, что входит в дипломную программу. Системный аналитик, дипломная программа, достаточно обширная у нас. В нее входит 9 модулей, 9 курсов. Управление реинжиниринг бизнес-процессов, базовый уровень, 36 академических часов. В рамках этого курса мы проходим с вами, изучаем, как управлять бизнес-процессами, что такое реинжиниринг, как его внедрять в компании, что для этого нужно, какие существуют методы, какие существуют различные нотации для моделирования бизнес-процессов, как строится процессная архитектура в компании. Следующий курс, который также входит в дипломную программу, моделирование бизнес-процессов на базе BPMN 2.0, уровень 1, 20 академических часов. Здесь мы с вами уже погружаемся непосредственно в нотацию BPMN 2.0 и изучаем все элементы этой нотации. Этот курс нам позволяет погрузиться в возможности моделирования бизнес-процессов, автоматизированных бизнес-процессов, исполняемых. Здесь мы с вами знакомимся в целом с нотацией, смотрим на то, какие возможности эта нотация в себе несет. И на последующих уровнях, которые не входят в дипломную программу, мы также изучаем дальше, то есть если у вас есть желание, вы дальше можете изучать нотацию BPMN 2.0 с точки зрения внедрения в компаниях автоматизируемых, исполняемых моделей бизнес-процессов. Дальше в программу дипломную у нас входит анализ данных на языке SQL. Здесь мы, соответственно, изучаем, какие базы данных существуют, как с ними работать, как к ним обращаться. Здесь 36 академических часов у нас этот курс в себя включает. Соответственно, на нем мы изучаем анализ данных, как проводить. В рамках системного анализа мы с вами изучаем на этом курсе, как подготовить документацию для разработки автоматизируемой системы, как проектировать интеграционные потоки данных, как исследовать автоматизированную систему, информационную систему, которую мы с вами будем внедрять, как работать с заказчиками проекта и так далее. Здесь достаточно большой, обширный курс и очень интересный. Далее это сбор требований и разработка технического задания для IT-проектов. 24 академических часа. В рамках данного курса мы изучаем то, как сделать функциональные и нефункциональные требования, как их оформить, как их вообще в целом зафиксировать, как создать различные UML-диаграммы, то есть потоки данных изобразить и так далее. То есть здесь как раз-таки в рамках этого курса мы изучаем, как правильно собрать требования, какие существуют методы, и как разработать техническое задание для того, чтобы это потом можно было передать дальше разработчику, и разработчик мог на основании этого технического задания сделать разработку информационной системы. Далее практика разработки требований к программному обеспечению. Здесь мы говорим уже о том, как требования у нас разрабатываются, как они формализуются, формализуются в виде различных документов, которые необходимы нам для того, чтобы разрабатывать информационную систему. Здесь мы изучаем 44 академических часа данное направление. Тестирование программного обеспечения уровень 1. Это как раз когда мы уже с вами внедрили информационную систему, и нам необходимо создать тест-кинсы на основании бизнес-процессов, которые мы ранее создали, когда формализовали требования и техническое задание формализовали, нам необходимо здесь разрабатывать тест-кейсы и проводить это тестирование. То есть как выявлять баги, ошибки в информационной системе, исходя из тех требований, которые мы формализовали в виде документа. 60 академических часов. Технический писатель. Создание технической документации. Здесь мы говорим про создание технической документации по различным стандартам. Это стандарт ISO, это по ГОСТу. Здесь, соответственно, мы готовим, показываем эти стандарты, как оформляются эти документы. 24 академических часа. И последний курс в рамках данной линейки, дипломной программы, это управление командой проекта. Роли, компетенции, руководителя проекта. 24 академических часа. Здесь мы с вами погружаемся в свод знаний по управлению проектами. Это PMBOK, в рамках которого как раз-таки мы изучаем, что нужно для того, чтобы проект запустить, какие виды документов необходимо создать, как необходимо коммуницировать с заказчиками, как коммуницировать с командой, какие ресурсы необходимы для старта того или иного проекта, какая поддержка нужна, какие есть стадии у проекта и где в этих стадиях находится системный аналитик, бизнес-аналитик, руководитель проекта и так далее. Соответственно, различные роли могут быть. Соответственно, здесь мы рассказываем про то, как управлять проектом. По итогу всего этого перечня курсов вы получите знания и практические навыки в сфере дизайна, точнее, дизайна процессного, давайте так говорить, как построить модель текущего состояния процесса, если мы с вами описываем текущее состояние, как построить модель будущего состояния, то есть 2B. Далее, это документ об окончании удостоверения, повышение квалификации, свидетельства выпускника и карьерную консультацию нашего специалиста. Это то, что касается нашей программы дипломной. Далее, решаемые вопросы. Как я уже сказал, в рамках курсов, которые проходятся в рамках дипломной программы, вы сможете подготавливать документацию для внедрения автоматизированной системы, информационной системы. Можете выбирать любую нотацию, их достаточно много в рамках курсов проходится, BPMN 2.0, частично захватывается UML на различных курсах, это ВАДовская диаграмма, DFD. То есть, собственно, любую из этих диаграмм вы сможете использовать для того, чтобы описать бизнес-процесс, взаимодействие различные между системами, потоки данных отобразить. Сможете собрать требования к внедряемому продукту, то есть как их собирать, с помощью чего, какие есть методы для того, чтобы собрать эти требования, как разработать план тестирования, создать тест-кейсы, что для этого нужно, как фиксировать различные отклонения от запланированного состояния системы, когда мы с вами запланировали по процессу одно, а в итоге, по итогам тестирования получаем с вами отклонения, и, соответственно, необходимо разработчикам отдавать обратно на переработку данные отклонения. Как управлять проектом? Да, здесь тоже это важное направление, соответственно, что нужно для того, чтобы проект вообще в целом запустить, какие нужны ресурсы, какие должности, точнее, какие сотрудники необходимы для того, чтобы реализовать проект. И в целом, если мы говорим, что вы как системный аналитик по итогу данного курса в проекте участвуете, то какую роль вы в нем занимаете в этом проекте, и какие задачи вы должны решать в этом проекте. Далее, ну, соответственно, как смоделировать потоки данных, в принципе, это в том числе относится и к нотациям, да, то есть смоделировать потом потоки данных между системами, если у вас система будет интегрироваться между различными автоматизированными системами. То есть как встроить эту новую информационную систему в действующую архитектуру, IT-архитектуру предприятия. В рамках курсов, соответственно, на все эти вопросы вы получите ответы, да. И наши преподаватели дают практические примеры, да, и свои практики по тому, как решать те или иные вопросы, какие сложности возникают на том или ином этапе проектной деятельности или деятельности, связанные с поддержкой информационных продуктов. Преимущества аналитика. Об этом важно сказать, да. Аналитика, я подчеркиваю, что в рамках нашей дипломной программы аналитик у нас может быть как системный, так и бизнес. Об этом мы чуть позже поговорим, да, и в чем разница, да, обсудим. Преимущества являются следующие. Востребован в любой отрасли. На сегодняшний день мы с вами видим все больше и больше различных сервисов, сервисов доставки, сайтов, приложений программных, с которыми, соответственно, взаимодействует клиент с различными организациями. Это первая часть, да, то есть где у нас аналитики, то есть любое приложение, которое мы с вами на телефоне сейчас видим, да, и можем открыть. В рамках разработки этого приложения работал аналитик, да, системный аналитик, процессный аналитик, различные роли могут быть на проекте. Соответственно, анализировал, функциональные, нефункциональные требования этого программного обеспечения, программного продукта. Это мы говорим с вами про внешние сервисы, да, которые компании для своих клиентов запускают. Также мы можем говорить с вами и про внутренние сервисы, это различные информационные системы, связанные с управлением складом, BMS-системы, ERP-системы, да, управления предприятием и других классов систем, которые, наверное, на ежегодной основе постоянно компании у себя внедряют, да, для того, чтобы автоматизировать ту или иную деятельность. И в рамках этой деятельности как раз-таки задействуется системный аналитик. Развитие кругозора, да, это связано с тем, что системный аналитик имеет достаточно обширный кругозор, то есть как решить ту или иную проблему бизнеса, да, то есть система аналитик должен и умеет, да, проанализировать, предложить различные технические решения. Это связано и с развитием технологий, да, то есть система аналитик изучает новые технологии, которые сегодня пользуются популярностью, как искусственный интеллект, например, как его можно внедрить в бизнес-процессы компании, да, в различные системы, так и RPA, Robotics Process Automation, да, роботизация бизнес-процессов, процесс майнинг и различные другие новые технологии, которые позволяют быть компаниями более эффективными и автоматизировать свои процессы, тем самым повышая продуктивность. Важно, да, средняя зарплата. Средняя зарплата аналитика составляет примерно 150 тысяч рублей. Если мы говорим про аналитика Junior, да, позиции примерно от 80 тысяч рублей на рынке сейчас данные позиции. Ну и если мы говорим уже про системных аналитиков, продвинутых, Senior, то здесь уже может быть 300 тысяч, 350, 400. То есть на самом деле потолок, он такой достаточно сложно определяем, так скажу, в зависимости, опять же, от развития кругозора и опыта, который аналитик имеет. Далее, это широкие возможности для роста. На следующем слайде мы посмотрим, куда может двигаться аналитик, как он может развиваться, как может расти. Возможность удаленной работы сегодня для многих это становится актуальным. Пандемия закончилась, но удаленная работа где-то осталась, где-то ее отменили. Соответственно, аналитике по большей части возможность остается работать из любой точки мира. И не нужно программировать. То самое важное, да, кто-то скажет, что аналитика это связано с программированием, с разработкой. Нет. В действительности аналитик не всегда должен уметь программировать. Это хороший плюс, если есть такой скилл. Но, тем не менее, аналитик это не программист. Здесь аналитик больше у нас сотрудник, человек такой, должность, которая структурирует данные, анализирует их, логически формализует в виде различных схем, схем, связанных с обменом сообщениями между системами, данными между системами, так и бизнес-процессы. Бизнес-процессы у нас могут быть с вами как автоматические, когда внутри системы у нас происходит какой-то обмен данными между системами, пул-систем, так и организационные бизнес-процессы, когда сотрудники внутри организации коммуницируют, либо же используют какую-либо информационную систему. В рамках курса, кстати, в рамках моих курсов по модернированию бизнес-процессов, нотации BPMN 2.0, мы, не прибегая к программированию, с вами запускаем исполняемый бизнес-процесс. То есть мы делаем такой, как сейчас модное слово, такой тренд low-code, low-code платформы, где не нужно кодировать практически, да, no-code, low-code, где мы не кодируем, не пишем никакой код, моделируем с вами схему бизнес-процесса, настраиваем ее и запускаем. Соответственно, в рамках дипломной программы будет обзор на то, как это можно сделать, да, какие на сегодняшний день существуют системы, где так можно делать. В принципе, такие возможности есть, преимущество аналитика. Так, далее. Вопросы, да, вы можете вопросы задавать, я на них сейчас закончу вещать и отвечу на все. Возможные должности, да, по итогу дипломной программы. Аналитик бизнес-процессов, это когда мы с вами можем смоделировать и проанализировать, бизнес-процессы, которые мы формализовали для внедрения информационной системы или в целом для того, чтобы управлять этим бизнес-процессом. Системный аналитик. Системный аналитик – это тот, кто знает возможности системы, какие, соответственно, процессы можно автоматизировать, да, то есть он оценивает различного рода требования от бизнес-заказчиков и оценивает, можно ли их автоматизировать в системе, нельзя их автоматизировать в системе, ну и, соответственно, можно ли какие-либо интеграции с другими системами провести. Технический писатель. Тот, кто участвует в проекте как записывает все технические требования, описывает техническое задание, формализует его. В некоторых проектах необходимо по ГОСТу вести подобного рода деятельность. Поэтому, соответственно, это специалист, который все то, что формализовал системный аналитик, переводит в документ, формализовал в виде схемы. Системный аналитик бизнес-процессов переводит в документ. Техническое задание. Далее это тестировщик. Тестировщик у нас отвечает уже за то, что тестирует результаты, которые выдал разработчик. Соответствует ли это заявленным требованиям, которые системный аналитик формализовал, формировал технический писатель. Как раз таки это делает тестировщик. Руководитель IT-проектов. Управлять проектами. То есть от стадии инициации проекта, когда у нас только идея родилась, и мы анализируем, какой экономический эффект мы получим. Это руководитель проекта. До момента, когда у нас уже с вами запустили опытно-промышленную эксплуатацию этой IT-системы. Далее это администратор IT-проекта. Собственно, помогает руководителю IT-проекта вести встречи, различного рода документы, управлять ресурсами, управлять бюджетом проекта и так далее. Бизнес-аналитик. Опять же, это роль, которая в разных организациях может означать и системный аналитик, и аналитик бизнес-процессов. По-разному. Бизнес-аналитик. На мой взгляд, всегда бизнес-аналитик – это тот, кто в действительности, как и системный аналитик, соединяет, переводит на язык бизнеса, то, что требование бизнеса на автоматизацию какой-либо части информационной системы или внедрение всей информационной системы, на язык разработчиков в виде схемы бизнес-процессов, либо в виде схемы потока данных. Соответственно, этим как раз занимается бизнес-аналитик. Team Lead – это тот, кто у нас управляет бизнес-аналитиками, то есть руководитель группы бизнес-аналитиков в рамках какой-либо проекта. Так. Далее. Как применять знания? Как применить знания? В данном случае на слайде представлены верхние уровни, то есть стадии проекта, когда мы с вами имеем замысел определенный, инициацию, где мы создали идею, цель и задачи, преимущества этого продукта. На данном этапе как раз-таки у нас уже подключаются аналитик бизнес-процессов, бизнес-аналитик, системный аналитик, которые как раз-таки могут рассчитать вот эти преимущества, формализовать более четко то, что просит бизнес, бизнес-заказчик, цели и задачи, и формализовать ее в виде определенных требований, таких верхнеуровневых. Далее у нас с вами следующая стадия проекта, когда проект уже утвержден, мы его реализуем. Дизайн. Здесь мы с вами анализируем, концепируем, принимаем решения различные, пишем технические задания, функциональные требования, нефункциональные требования. Здесь как раз-таки здесь уже тоже также у нас работает бизнес-аналитик, процессный аналитик, системный аналитик. Реализация. Уже когда мы реализуем, настройка, разработка, тестирование. Здесь у нас с вами как раз-таки исходя из тех знаний, которые были получены, мы с вами сможем провести тестировщик, да, то есть может использовать здесь тестирование, как раз-таки проводить, формировать баклисты и давать обратно разработчику. И промышленная эксплуатация, да, те же самые системные аналитики, бизнес-аналитики, процессные аналитики проводят различного рода обучения, обучение пользователей по тому, как работать в системе, какие есть возможности системы. Запускают эту систему, масштабируют ее, если у нас много филиалов различных, да, ну и сопровождение системы, да, остается также за системным аналитиком, система внедряется, да, и как правило, системным аналитиком за системным аналитиком остается сопровождение, который на всем этапе жизненного цикла работы информационной системы сопровождает ее. Почему на слайде не указано документирование, да, ну здесь на самом деле на каждом из этих этапов есть свои типы документов, которые отображаются, точнее требуются в рамках различных компаний, вот, поэтому здесь говорить про документы, в действительности типы документов разные, да, и, соответственно, подход к формированию этих документов может быть разным. А так, да, на каждом этапе формируются документы. Здесь у нас требования, здесь у нас концепт, да, концепция, здесь у нас формируются различного рода бак-листы, документы, здесь у нас пользовательские инструкции, регламенты, презентации обучающие и так далее. Так, далее, в чем преимущество фишки, какие у наших курсов? Кто-то уже учился, кто-то не учился еще, да, в специалисте, соответственно, расскажу, это домашние работы, мы задаем домашние работы, соответственно, которые проверяет преподаватель и дает обратную связь. Видеозаписи занятий. Каждое занятие у нас записывается, и в рамках этой видеозаписи вы ее можете поднять, посмотреть, вспомнить, да, какие вопросы задавались, либо же вы пропустили какое-то занятие по независимым причинам, да, и, соответственно, от вас вы, соответственно, можете обратиться к этим видеозаписям, посмотреть их и понимать о том, что было на занятии. Общение с преподавателем, да, то есть у вас есть почта преподавателя, как минимум, в аудитории, если вы находитесь, вы можете обратиться к преподавателю, что непонятно спросить, преподаватель ответит. Плюс еще ко всему, если вы занимаетесь онлайн, да, подключаетесь онлайн, то преподаватель также читает вопросы из чата, комментирует, отвечает. Удобные форматы, различные форматы у нас есть, на следующем слайде мы о них подробнее поговорим. Материалы курса прикрепляются к личному кабинету курсов, которые вы проходите. И удобное расписание, да, то есть в действительности расписание у нас есть различные вечерние занятия, и утро-день, и группа выходного дня. Соответственно, форма обучения очная в классе, непосредственная работа с преподавателем очно-заочно, когда вы совмещаете, может быть, можете когда-то работать в классе, когда не успеваете или не хотите ехать, можете работать удаленно, через платформу GoToMeeting мы проводим наше обучение. Онлайн, полностью онлайн, соответственно, вы не приезжаете, работаете через платформу GoToMeeting, задаете вопросы преподавателю, преподаватель отвечает. Соответственно, свободное обучение – это такой формат, когда вам предоставляются записи обучения на определенное количество времени, и вы просматриваете эти записи, задаете вопросы преподавателю по почте, преподаватель вам отвечает. Такой формат. Еще формат у нас существует – открытое обучение. В рамках открытого обучения вы приходите в аудиторию в класс, также изучаете видеозаписи по курсам, преподаватель находится в классе, на любые вопросы он может дать вам ответ. Также у нас поддерживаются форматы индивидуального обучения и курсы выходного дня. Сейчас давайте отвечу на вопросы, которые… Ссылка на дипломный курс системы на ленте, дипломный специалист. Так, мастер-класс уже не был. Так, угу. А диплом по переподготовке выдается? По переподготовке выдается? Коллеги, попрошу ваш комментарий. Марьяна. Так. Ориентиры ПЗП – это Москва? Нет, на самом деле, давайте так говорить, что это не только Москва. Да, то есть это… Ну, я не скажу, что за всю Россию, да, но в целом здесь ориентиры по отрасли. Точнее, не по отрасли, а по направлению IT. Вот так вот, опять же. Насколько будет курс полезен аналитику уровня синера и выше? Как минимум, это расширение кругозора, актуализация знаний, знакомство с различными новыми технологиями и новыми подходами. Да, возможно, новыми. Важно аналитику вникать в работу систем, разрабатываемых программистами. Смотрите, если мы говорим прям про сам код, то здесь я скажу, что нет. Сам код мы не вникаем. Ну, возможности системы, да, как устроена информационная система, какие через нее протекают, внутри нее протекают процессы, обмена данных с другими системами, так и какие процессы протекают организационные, да, то есть сотрудники взаимодействуют с системой, какие-то заявки заводят и так далее. Да, здесь аналитику необходимо вникать, конечно же. Так. Какие нотации будут изучаться? EPMN нотация будет изучаться, частично на курсах будет затрагиваться UML нотация, VAT, EPC, IDF0. Так. Так, уважаемые слушатели, сейчас я передаю слово карьерному консультанту. Многое, Енина Александровна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тимофей, давайте покажем нашим слушателям сначала промокод. Хорошо? А потом я тогда подключусь. Давайте так, пожалуйста. Тимофей. Хорошо. Уважаемые слушатели, добрый вечер. Тогда я все-таки продолжу. Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас я расшарю свою презентацию. Спасибо. Что-то там. Что-то там. Получается. Видишь? Так. Енина Александровна, мы вас не слышим. Так, а сейчас видно что-нибудь? Видно. Спасибо большое. Я прошу прощения за технические неполадки. Итак, уважаемые слушатели. Меня зовут Нога Енина. Я представляю службу трудоустройства учебного центра «Специалист». План выступления у меня достаточно простой. В течение ближайших пяти минут я расскажу про поддержку трудоустройства наших выпускников, предоставлю статистику по уровню заработных плат и востребованности на рынке труда системных аналитиков. Далее совместно с Тимофеем мы обсудим, какие же вопросы могут задавать на собеседовании системному аналитику и как на них отвечать. И впоследствии передам слово нашему партнеру из Сбера для презентации нового финтех-проекта в городе Сочи. Итак, программа выпускников, программа поддержки трудоустройства выпускников. В нашем учебном центре действует такая программа, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации, помощь в подготовке качественного резюме, подготовке к собеседованию. Мы регулярно собираем вакансии, стажировки от наших партнеров, организуем дни карьеры, где наши партнеры презентуют свои вакансии. Если сейчас среди наших слушателей есть наши выпускники, вы можете сфотографировать представленные QR-коды. QR-код слева ведет на ссылку для записи на бесплатную карьерную консультацию. QR-код справа ведет на ссылку для записи на бесплатный курс по поиску работы и трудоустройства для абсолютно всех желающих. Повторюсь, это полноценный 8-часовой курс, который рассказывает, как правильно сориентироваться на рынке труда, подготовить резюме, подготовиться к собеседованию. Также решит много ваших насущных вопросов, как искать работы в сложной ситуации, текущей на рынке труда. Итак, вернемся к теме нашего мероприятия «Актуальность и востребованность в профессии системного аналитика». Тут был вопрос про заработные платы. На слайде представлены данные рекрутинговой компании GetExpert. Это бывший Хейс, где вы видите средние, минимальные, максимальные заработные платы системных аналитиков по данным на сентябрь 2022 года для Москвы и Санкт-Петербурга. И вы видите их в разрезе видов компаний. Разработка ПО и финтех, системные интеграторы и корпоративная разработка. Дальше я хотела продемонстрировать данные портала Хабр Карьера, где системный аналитик входит в топ-5, даже в топ-3 специализации, которые искали работодатели в январе 2023 года. Было опубликовано на сайте Хабра почти 400 вакансий системного аналитика, что говорит о востребованности данной профессии. Итак, какие вопросы могут задаваться на собеседовании системному аналитику? Это могут быть вопросы, какие виды требований вы знаете, с чего стоит начинать любое обследование, общение с заказчиком, какие способы сбора информации вы используете, как идентифицировать сущности в расставе заказчика, и с какими проблемами вы обычно сталкиваетесь при проведении интервью. Есть ли Тимофей еще с нами? Тимофей? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, как отвечать на вопросы, например, с чего стоит начинать любое обследование или общение с заказчиком? Как правильно ответить на этот вопрос на собеседование? И дает ли наша программа понимание, как на него надо будет ответить? Конечно. В рамках ответа на данный вопрос необходимо сначала собрать требования, то есть провести сбор требований, заявление целей и потребностей заказчика. В рамках нашей программы, конечно же, это все освещается и показывается, как эти требования собрать, как их формализовать. Спасибо. А какие тогда способы сбора информации можно использовать, если переходить к следующему вопросу? Если переходить к следующему вопросу, какие способы сбора информации существуют, какие используют, какие освещаются в рамках наших курсов? Это различные интервью, даются шаблоны, как эти интервью проводить, какие вопросы задавать, анкетирование, наблюдение. Наблюдение за бизнес-процессом, мозговой штурм совместно с бизнес-заказчиком проведения. То есть если у нас, например, не было информационной системы, и мы хотим внедрять что-то новое, то есть тем самым автоматизировать деятельность компании. Как раз таки такими способами и пользуются аналитики. Спасибо большое, Тимофей. Позвольте тогда еще третий вопрос вам задать. А с какими проблемами обычно сталкиваются системные аналитики при проведении интервью и как он их решает? На самом деле проблем достаточно много сталкивается. Первое – это то, что заказчик не всегда знает, чего хочет. Понятно. Часто уходит от ответа и переходит на уровень идей. То есть рассматриваются различные идеи. Соответственно, мы уходим от конструктивного диалога того, что в действительности необходимо, чтобы система выполняла. Давайте так скажем. Ну и какие еще сложности существуют? Это неоперативное согласование различных функциональных требований, нефункциональных требований. Ну и часто происходит так в проектах, что многие темы подвисают и остаются без ответа. То есть, соответственно, системной аналитике, аналитику в данном случае приходится обращаться к руководителю проекта, чтобы руководитель проекта помог решить данные вопросы. Спасибо большое. Тимофей, тут еще в чат пришел вопрос. Как идентифицировать сущности из рассказа заказчика? Как идентифицировать сущность из разряда заказчика? Здесь, смотрите, существуют разные. То есть мы смотрим на объекты данных, которые у нас в рамках бизнес-процесса преобразуются. Например, сущность у нас с вами, давайте рассмотрим, заявка на подбор персонала. Вот мы с вами у нас до этого заявки переходили в бумажном виде. Каждый из руководителей ее оформлял в бумажном виде. Дальше, соответственно, мы ее передаем, переходим, переводим ее в информационную систему. В рамках информационной системы это заявка, которая у нас будет заполнена руководителем любого функционального произведения и сущностью, которая в рамках этой системы будет трансформироваться. То есть у нее будут трансформироваться статусы, то есть в каком статусе сейчас находится заявка. Далее у нее также будет, ну давайте так, как итог, мы с вами должны закрыть вакансию, закрыть позицию, взять сотрудника на работу. Соответственно, это уже оффер и приказ. Спасибо большое. Тимофей, тут еще один вопрос пришел в чате. Посмотрите, пожалуйста, пока мы с вами разговаривали. Так, с помощью какой диаграммы можно отразить интеграционные процессы, обмен сущностями между информационными системами, видимо? Смотрите, можно различные использовать диаграммы, да? Мы с вами можем использовать DataFlow Diagrams, да? Это один из методов, да, что мы с вами можем использовать DataFlow Diagrams. Дальше, что мы с вами можем использовать? Мы с вами можем использовать в рамках BPMN, у нас есть потоки сообщений, да? Тоже между системами также можем их составить и использовать. На самом деле, очень много подходов, которые можно... Так, да, промокод. Одну секунду, давайте, отвечая на вопросы, я экран свой запущу еще. Так, да, уважаемые слушатели, промокод. Я отвечаю на вопросы. Так. Программа указана, знание программных мероправления проектами на основе стандарта PMI, PMBOOK. Могу ли я пойти на курс по диплом направлению и одновременно проходить этот курс? Здесь коллеги, вопрос. Днина Александровна, я думаю, вы сможете в данном случае проконсультировать. Какой уровень подготовки необходим? Здесь, на самом деле, например, если мы говорим про управление и реинжиниринг бизнес-процессов, не требуется никакой уровень подготовки. То есть вы можете переходить в рамках данного курса. Мы, соответственно, всю необходимую информацию, все необходимые знания предоставим. Если мы говорим, например, какие требования к знанию SQL для студента, то здесь стоит сказать о том, что необходимо знание уровня Excel, анализ и визуализация данных. Уровень третий. Как раз-таки легче будет данную программу проходить. Так, в чем отличие QA-инженера от системного и системного аналитика? Ну, смотрите, да, инженер, соответственно, по качеству и системный аналитик. В принципе, давайте так, в рамках курса, давайте так, это одна из возможностей работать QA-инженером. Как раз-таки, да, то есть вы будете знать, какое качество, да, с каким качеством должна работать система, какие в ней идут бизнес-процессы, да, соответственно, системный аналитик, наверное, по большей части у нас с вами работает на старте и в рамках реализации проекта. А QA-инженер уже работает к итогу, как сдача этого проекта, да, то есть, соответственно, проверяет качество после тестировщика, когда мы с вами уже либо готовимся к промышленной эксплуатации, либо мы уже запустили с вами в футбук на промышленную эксплуатацию или в промышленную эксплуатацию, там уже подключается QA-инженер, который проводит анализ. Так, кто такой ДОТ? Уважаемые слушатели, ДОТ – это день открытых дверей, это мероприятие, которое у нас сейчас как раз и, которое мы все присутствуем, да. Тимофей, тогда я продолжу свое выступление, да? Давайте я тогда спрошу, есть ли ко мне вопросы, уважаемые слушатели. Если будут вопросы, пишите тогда в чат, уважаемые слушатели, и я тогда забираю опять права на демонстрацию. Да, то есть вы можете, да, в промокод, соответственно, будет доступен видео, да, как я понимаю. Вот. Сколько времени длится курс? Курс длится от 4 до 6 месяцев, если мы говорим про всю дипломную программу. Так, всем спасибо. Спасибо большое, Тимофей. Я продолжу, у меня осталось буквально два слайда, я передам слово нашим партнерам из компании Сбер. Итак, небольшая подводочка. Согласно данным портала Хабр, Сбер попал в топ-3 компаний, у которых было больше всего вакансий за январь. Это почти 200 вакансий. В связи с чем, собственно, вот она подводочка под представление нашего партнера, долгожданного гостя, представителя регионального центра по разработке IT-продуктов Сбера в городе Сочи. Перед этим я хотела бы акцентировать внимание слушателей, что все вакансии, о которых сейчас пойдет речь, опубликованы в том числе на сайте учебного центра специалистов. Пройдя по QR-коду, который вот вы сейчас видите на экране, вы можете с ними ознакомиться. Итак, Ольга, здесь ли вы? Я готова вам передать слово. Да, я здесь. Добро пожаловать, Ольга, рада вас видеть. Спасибо большое, что подключились из нашего солнечного города. Ребята, всем привет. Меня зовут Оля. Я являюсь руководителем направления по развитию нового IT-хаба Сбербанка в городе Сочи. Собственно, почему Сбер в Сочи? Почему именно это место? Ну, ни для кого не секрет, что море, горы, интересная сдача – это как бы очень классная история, работа, мечты. Мы тоже так подумали и решили открыть четвертое по величине пространство для IT-специалистов Сбера в двух минутах от моря. Офис у нас рассчитан на 220 человек. И сейчас мы находимся на активном этапе формирования команды по разработке IT-продуктов. Собственно, мы ищем сейчас команду системных аналитиков. Это как раз тема нашего сегодняшней встречи. Со мной тут присутствует наш IT-лидер. Он не даст соврать, на самом деле, что у системных аналитиков есть большой дефицит на рынке. И действительно очень сложно сейчас нанять хороших специалистов. Но я дальше передам вам слово. Все вакансии, как уже сказала Енина, размещены на сайте специалиста в разделе трудоустройства с пометкой «Город Сочи». Вы можете туда зайти, посмотреть все требования, ознакомиться и внимательнее с нашими требованиями. Собственно, почему Сбер решил открыть офис в Сочи? То есть помимо гор, моря, хорошей погоды, солнца 360 дней в году, у нас есть еще такие моменты. Это предпосылки на развитие южного IT-класса в России, именно в Сочи. Сейчас идет тренд на открытие IT-офисов крупных компаний в этом городе. В том числе и Сбербанк здесь открыл IT-хаб, в котором мы планируем развивать IT-культуру в Сочи. Здесь уже сейчас есть прогрессивные IT-комьюнити, которые присутствуют в Сочи, будут IT-лидеры мнений, которые могут стать вашими наставниками, с которыми можно познакомиться в формате неформального общения и нетворкинга на различных метапах, которые в огромном количестве проводятся уже сейчас в Сочи. Плюс активно развивается инновационная территория «Сириус», это местный аналог Сколково или Иннополиса. И немаловажный факт, на самом деле, что у нас комфортная технологичная среда оснащения офиса, у нас продуман эффективный баланс работы и отдыха, есть комнаты отдыха с кикером, аэрохоккеем, скоро приедет домашний кинотеатр, массажные кресла с видом на Платановой аллеи. И вообще у нас там один из самых красивых офисов Сбера вообще, которые существуют, потому что они и в Москве супертехнологичные, но у нас еще есть классные плюсы в виде гор, моря и хорошей погоды. Вот, ну, подводя небольшой итог сказанного, что вы точнее получите, работая со Сбером в Сочи. Во-первых, это всестороннее развитие, возможность прокачки харта софт-скиллов в общении, в IT-комьюнити, который будет и создано в нашем офисе, в нашем центре, и также с внешними ребятами. И мы представляем возможность проявить себя как IT-лидер мнений и выступить в качестве спикера на каких-то метапах. Собственно говоря, о метапах. На базе нашего IT-центра, здесь это IT-пространство, проводятся метапы, когда мы открываем двери офиса в режиме открытых дверей, ребята приходят, уже те, кто живут сейчас в Сочи, и приглашаем крутых спикеров, они рассказывают и прикладные истории, и какие-то софт-скиллы, командообразующие, PM-бук и прочее. То есть все для IT-шки, для развития кругозора, широты взглядов. Плюс у нас проводятся уже для ребят наших резидентов встречи по такие навигейшн по городу, мы рассказываем о том, что такое Сочи, с чем его едят и чем здесь вообще заняться, кроме работы. Потому что в основном многие, кто переезжает сюда жить, это новый город, новое место, мы понимаем, что важно про это тоже рассказывать. Жизнь нашего офиса, тоже уже сказала, что многие ребята приезжают, город новый, кто-то переезжает один, кто-то переезжает с семьями. Наша задача окружить заботу и теплом, поэтому мы делаем и внутренние мероприятия, отвечаем вместе праздники, устраиваем феймили дни, можно прийти в офис с детьми, можно планировать совместные активности вне работы, походы, горнолыжную историю и прочее. То есть у нас ребята общаются внутри и активно планируют поехать кататься на эти выходные, у нас выпал снег, наконец-то. Другая важная задача нашего центра – это удешевление жизни в Сочи, потому что это все-таки курорт, и есть такое мнение, что здесь очень дорого. Мы придумали такой консьерж-сервис, это отельное понятие, очень хорошо ложится, на самом деле, в концепцию нашего офиса. Через партнерские программы мы договариваемся с местными компаниями на удешевление, на скидки, порядка 20% местные наши партнеры нам предоставляют. Таким образом, жизнь в Сочи становится дешевле. Вот. Ну, про офис я в целом рассказала. По данному QR-коду страницы нашего технобренда внутреннего Сберовского, где еще распределены вакансии, я бы хотела передать слово нашему IT-лидеру, Грише, который находится сейчас в Сочи, рядом со мной, и он активно ищет себе в команду системных аналитиков. У него очень крутой продукт, но, наверное, Гриша сам об этом рассказывает. Да, ребят, всем привет. Меня зовут Григорий Штаба. Я являюсь IT-лидером крупнейшей системы, сервис системы Сбера, которая позволяет нашим клиентским менеджерам эффективно продавать продукты Сбера к крупнейшему среднему бизнесу страны. Мы делаем системы, на дне работает порядка 20 команд. Системы у нас микросервисные и микрофронтентные. В каждой команде у нас, получается, есть бизнес-системный аналитик, фронтенды, бэкэнды, тестировщики. Вот в такой дружной команде они делают end-to-end продукт для бизнеса. Сейчас мы в активном поиске системных аналитиков и разработчиков для наших двух новых продуктов. У нас территориально распределенная команда, которая работает в таких городах, как в Москве, в Ростове, в Самаре. И вот сейчас открыли представительство Сочи. Мы активно на этой площадке, ребята. Поэтому ожидаю, что вы пройдете курс в специалисте, наберетесь навыков и знаний, и будем ждать вас в нашей крутой команде большой. Спасибо. Да, и на всякий случай оставлю контакты тоже нашего HR. Это Оксана. Она, к сожалению, к нам подключиться не смогла, но вот ее телеграм, ее почта сбербанковская. Можно писать напрямую, если есть вопросы по вакансиям с техно-брендом. В целом, Енин, у меня все. Спасибо большое, Ольга. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы к команде Сбера, вы можете написать в чатике, пока мы подождем. А так, в принципе, мы будем потихонечку завершать. Это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание, за то, что были с нами. Вопросики все еще ждем в чате. Да, мы сейчас рассматриваем набор именно на площадку в Сочи, в наше IT-хаб. Но если вы располагаетесь и в других регионах присутствия Сбера, можем рассмотреть. Гриша сказала, что команда распределенная. Конечно, мы заинтересованы именно в том, чтобы ребята приходили в наш центр работать. Ольга, тут вопрос еще о средний возраст в команде. Средний возраст в команде. На самом деле, у нас молодые достаточно команды. Мы набираем и студентов сразу же после окончания вузов. Но в целом, в среднем, Гриша, наверное, 30 лет, да, средний возраст у нас? Ну, 26-30 лет, наверное, средний возраст. 26-30 лет. Спасибо большое. Такое количество открытых вакансий связано с низким качеством претендентов или их отсутствием, задает вопрос Сергей. Немного не поняла вопрос. Наверное, речь про вакансии на странице технобренда. На самом деле, у нас на каждую вакансию много открытых ставок. То есть мы не публикуем, просто их много. И у нас идет набор через одну воронку. То есть все приходят на одну вакансию и дальше распределяются по командам. У нас, как я уже сказала, 220 рабочих мест. И мы сейчас активно укомплектовываемся. У нас порядка там 10 открытых вакансий точно есть сейчас в наборе. Но это не только системные аналитики, это все бэкэнд, фронтэнд, вся команда. В Москве что-то похожее есть. В Москве есть, да, конечно, тоже есть открытые вакансии Сбера. Я думаю, что в открытых источниках можно посмотреть. Мы конкретно говорим сейчас про наш IT-хаб в Сочи. А есть ли возможность удаленной работы или даже из-за рубежа, спрашивает Дмитрий? Из-за рубежа, к сожалению, нет. Это связано с политикой кибербезопасности. Возможность удаленной работы есть. У нас есть смешанный график, есть удаленный график. То есть смешанный график. Вы несколько дней ходите в офис, несколько дней работаете из дома удаленно. Спасибо большое. То есть такой гибридный график, который все равно требует присутствия в городе Сочи. Я правильно понимаю? Наверное, вопрос задается слушателями, которые живут и не хотят менять место жительства в другом городе России. Я бы задумалась здесь очень-очень хорошо. Ну, на самом деле, да, мы заинтересованы именно в сочинских вакансиях, в переезде и в работе в офисе. В большинстве с вами. Понятно. Спасибо большое. И Михаил спрашивает отношения к возрастным кандидатам 40+. Ну, мне кажется, что у нас нет какого-то возрастного ценза в этом плане. 40 – это не такой уж и возраст. Скажем так, еще очень даже молодой. В общем, эйджизма в компании Сбер нет. Нет, нет. У нас в основном молодая команда, но у нас есть и те, кто в возрасте работают. Есть те, кто работают в Сбер вообще всю жизнь до пенсии. Так что нет, такого нет. Спасибо большое, Ольга. Тут еще есть вопрос. Знания какой предметной области требуются, помимо системного анализа? Такой широкий вопрос от Екатерины. Ну, по моей системе могу сказать, что предметной области по бизнесу не требуется знания для IT-специалистов. Требуется базовое знание в области IT. Если это системный анализ, то желательно, как вы в презентации указывали, управление требованиями. Это проектирование API, вот такие требования. Поэтому по бизнесу не требуемо. Спасибо большое. Видимо, вопрос, требуется ли знание архитектуры ПО и интеграции. Да, видимо, да. Это будет большим плюсом. Конечно же, эти знания будут большим плюсом при отборе кандидатов. Знаете, понимаете, банковские продукты тоже не требуются, потому что у нас на проекте есть владелец продуктов в каждой команде, которая прекрасно разбирается в банковских продуктах и процессах. И бизнес-аналитик, вот они, получается, к ним есть требования для понимания процессов. Но они все в основном у нас из бизнеса, да, непосредственно из подразделения банка приходят в эту область, поэтому к ним такие только есть требования. К системным аналитикам таких требований не предъявляется. Как скоро можно приступить к бэкэнд? Ну, при успешном прохождении собеседования, чем раньше, тем лучше. Мы всех ждем на площадке у себя. Нужно ли наличие диплома высшем образовании? Ну, насколько я знаю, что для найма на стажерские программы не требуется высшее образование. То есть на который вы можете прийти и без него. Спасибо большое, Ольга, за ответы. Так, я так понимаю, что в чатике у нас вопросики закончились. Мы еще здесь будем находиться какое-то время. Ждем ваших. Вот вопрос еще появился. Ну, какого возраста рассматривается кандидата на стажировку? От Татьяны вопрос. Греш, ты до какого возраста на стажировку рассматриваешь кандидата? Он прям совсем без опыта, да, такой вопрос, наверное. Ну, наверное, ну, каких-то ограничений нет, но желательно, конечно, там, допустим, до 40 лет, наверное, именно совсем без опыта. Желательно так, наверное. Я думаю, что опыт в любом случае есть, но не опыт, видимо, в профессиональной сфере. Что нужно умеет для того, чтобы пойти на стажировку? Нужно знать базовые принципы управления требованиями, это обязательно, вот как вот в презентации было указано, проектирование, желательно объектно-ориентированное проектирование, e-mail знать, это желательно. Но обязательно это управление требованиями. Это для системных аналитиков, да. В теории после курса я могу впасть в стажировку, да, конечно. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, давайте тогда будем потихонечку завершаться. Спасибо большое, Ольга Григорьевна, за подробные ответы. Тогда, уважаемые слушатели, спасибо вам большое за внимание. Мы завершаем тогда наш эфир. Запись будет доступна на странице курса дипломной программы на нашем сайте учебного центра специалистов. До свидания, всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok